Добрый день, спасибо, что пришли. Меня зовут Артем. Еще раз повторюсь, я занимаюсь разработкой в компании Директ Медиа. Сегодня у нас вебинар пройдет по новинкам сервисов и каких-то других вещей, которые мы разработали в летний период и за начало осени. Наверное, в первую очередь он будет интересен преподавателям, ну вообще сотрудникам образования, сферы образования. Ну если у нас кто-то есть из обычных читателей, студентов в библиотеке, я думаю, тоже будет полезно. Давайте быстренько посмотрим план и дальше конкретно по темам пройдем. Ну озвучивать план я не буду, потому что есть он в заголовках. И давайте сразу тогда переходим к первой новинке. Мы достаточно много анализировали старый интерфейс нашей библиотеки, выявили кучу проблем. И спасибо большое всем, кто присылал нам пожелания, замечания. Мы все это учли и отразили в новом решении, в новом каталоге ЭБС. И таким образом несколько изменилась и рубрикация, и структуризация, появились новые инструменты. Обо всем немножечко расскажу. Если вы зайдете в новый интерфейс, у нас для всех клиентов есть возможность переключения между старым и новым интерфейсом. Какое-то время это будет сохраняться. Ну в новом интерфейсе вы увидите новое меню, и одна из ключевых настроек это параметры доступности контента. Многие клиенты сталкивались с тем, что, видя весь контент в ЭБС, интуитивно непонятно, какая книга мне доступна, какая книга недоступна. На текущий момент, если мы перейдем отсюда в настройки, то в параметрах доступности мы можем рассматривать теперь только доступные подписки книги. И весь контент, который может быть подключен в ЭБС. Это ключевая первая функция. Ну мелочь, но многие просили, вот конечно же мы сделали. Здесь же содержатся сортировки по отображению контента. Все настройки отображаются и применяются ко всем рубрикаторам, которые вы сейчас увидите. То есть в основном меню мы теперь отображаем ключевые рубрикаторы, как я уже сказал. А в кнопочке сервисы у нас собраны не только сервисные, но и контентные какие-то подборки. И сервисы, которыми мы можем пользоваться в рамках подписки. Так, давайте попробуем посмотреть дальше. Немножечко расскажу о рубрикациях. В старом каталоге у нас как бы во главе угла стоял предметный рубрикатор. В общем-то это большое дерево, где мы по темам собирали книги. Сейчас же мы учли пожелания и сотрудников библиотеки, и преподавателей, ну и конечно обычных читателей. Таким образом в новом каталоге у нас представлены три основных рубрикатора. Это рубрикатор ББК, индексов ББК, классический библиотечный инструмент, которым пользуются сотрудники библиотеки. За основу мы взяли сначала сокращенные таблицы, ну и теперь обогащаем, движемся в сторону средних таблиц ББК. Кто работал с этим инструментом, знает, насколько это большой и точный рубрикатор. Второй момент, который мы внесли, это как раз рубрикатор УГС. Здесь у нас собраны группы и направления и дисциплины для именно удобства работы преподавателей. Дисциплины уже предварительно выполнены, и в принципе в достаточно короткое количество действий можно получить требуемый контент по конкретному направлению дисциплины или группы дисциплин. И, конечно, мы сохранили старый рубрикатор, которым многие из вас за предыдущие года привыкли пользоваться. Переключиться между рубрикаторами можно вот прямо вот здесь. И использовать именно тот вид, скажем так, сортировки контента, которому вы привыкли, который вам удобен. Движемся дальше. Для, опять же, более точного и, скажем так, точного и детального подбора контента мы разработали систему фильтров, которая также универсальна для всех рубрикаторов, для всех разделов нового каталога. Ну, вот здесь вы видите перечень фильтров, которыми можно использоваться. И еще внедрили одну интересную штуку, которая мне лично очень нравится. Мы теперь можем использовать пересечение большого количества параметров для получения точной условно-поисковой выборки. То есть, например, раскрыв фильтры в каждом из рубрикаторов, они вот здесь находятся, мы можем указать, ну, что мне кажется важным, да, то есть мы можем указать типы изданий. Это вот условно ГОСТ типов изданий, которые сейчас используются в библиотечном деле. То есть мы, например, в нашем конкретном случае можем указать, что я ищу в разделе таком-то все учебники и учебные пособия для уровня образования по калавриат, да, по дисциплине, ну, вот у меня здесь УГС, математика и механика, по дисциплине дискретная математика, вот, издания с 16-го года или более свежие. Набираю необходимые параметры и нажимаю «Применить фильтры». Получаю поисковую выборку, где вот именно эти книги подобраны. Здесь тоже, как бы, нужно иметь в виду, если мы вернемся к первому слайду, к началу нашей истории, что если вы поставите в настройках каталога «Показывайте только доступные книги», вы увидите те, которые у вас есть в подписке. Если вы покажете «Показывать все», здесь будут все книги по выбранным фильтрам, которые, ну, можно подключить в рамках вашей подписки, ну, в нашей ЭБС. Давайте посмотрим, что у нас дальше еще есть. А, один момент, про дисциплины. На самом деле, дисциплины очень, для нас, вот, по крайней мере, в разработке оказалась непростой вещью, вроде, как бы, штука понятная, да, как бы, все работают по дисциплинам. И вообще, задача, там, университетской библиотеки, да, эти дисциплины укомплектовывать. Но разница между, скажем так, набором дисциплин в одном направлении в разных вузах может быть огромной. Поэтому на текущий момент у нас представлено порядка 17 тысяч дисциплин именно по бакалавриату. Собрали мы порядка 30 тысяч этих дисциплин наименований и продолжаем работу. То есть, какие-то дисциплины у нас объединяются, какие-то, наоборот, разделяются. Ну, это я про наши внутренние рассказываю, будни трудовые. И этот список постоянно пополняется, уточняется, ну, и развивается. Поэтому, пользуясь в каталоге, находясь в рубрикаторе именно УГС, вы можете через фильтр просматривать дисциплины, которые уже наполнены, и, собственно, уже использовать готовые подборки методического контента. Если я быстро говорю, вы, пожалуйста, в чат пишите или, если нужно что-то повторить, я с удовольствием приторможу. На основе ваших пожеланий, ну, и, собственно, анализе подобных ресурсов, мы пришли к тому, что, в принципе, для работы сотрудника вуза или библиотекаря, или сотрудника кафедры необходимы все-таки массовые операции. То есть это тот случай, когда мы нашли какую-то подборку, и нам нужно взять несколько книг из нее, и в минимальное количество действий куда-то их поместить, выгрузить, ну, сделать что-то еще. Для этого мы переключаемся в строчный вид. При этом каждая книга, ну, вот, имеет прям такой коротенький формат записи, чтобы было понятно, что это за издание. И прямо отсюда мы можем, выделяя их галочками, совершать различные действия. У разных типов пользователей выбор действий разный. Ну, то есть, если мы говорим про, допустим, сотрудника вуза, да, ну, человека, там, преподавателя или права которого выше, чем у студента, у него будут действия, там, примерно следующие. Книжки отсюда массово можно поместить в книгообеспеченность, выгрузить их в список в Excel, да, там, поместить в рабочую программу, ну, и еще какие-то варианты в зависимости от учетной записи. У обычного читателя в массовых операциях можно добавлять книжки в избранное. Вот. Ну, и я сейчас могу немножечко уже забывать, потому что количество пользователей на самом деле большое. То есть, если вам нужно быстродействие, вот, пожалуйста, переходите в срочный вид, отмечайте галочками нужные книги, и через массовые операции, скажем так, ну, делайте то, что вам нужно. Мы хотели, чтобы именно вам стало удобно, и в работе с нами вы тратили меньше времени. И потихонечку от каталога мы переходим в расширенный поиск ВБС, да. Когда мы его разрабатывали, мы между собой называли его библиографический поиск, потому что он действительно очень объемный, большой, многофункциональный, и, конечно, сделан, ну, скажем так, под авторским надзором, да, опытных на тот момент двух библиографов. Вот. Но, тем не менее, от этой формулировки мы отошли, и поиск теперь это такая штуковина, которая должна удовлетворить нужды и обычного читателя, и преподавателя, и сотрудника библиотеки, ну, и вообще кого бы то ни было, кто с нашей ВБС работает. На самом деле мы здесь видим очень похожие фильтры, которые мы использовали в каталоге, но их намного больше, и работают они, соответственно, вместе. Ну, вот, допустим, на том примере, я надеюсь, можно рассмотреть, представлена история, когда мы ищем по какой-то ключевой фразе или фрагменту названия конкретный методический контент. Вот, например, мы ищем молекулярные системы в разделе ББК, там, химические науки, в УГС химия, нам интересны, там, ряд типов изданий, вот, их набор. Для бакалавриата нам нужны свежие подборки от 2017 года. Соответственно, мы все эти поля заполняем, нажимаем найти, и получаем, собственно, выборку того, что нашлось. Ну, вот, по таким жестким параметрам нашлась на текущий момент в подписке одна книга. Вот, если, опять же, вам нужно посмотреть не только свою подписку, а все, что есть в ВБС по этому вопросу, это при поиске используйте вот эту галочку. Доступные ставите, показываются доступные. Снимаете галочку, просматриваем весь контент. Ну, это как бы еще не все, потому что для многих клиентов, да, то есть мы когда что-то разрабатываем, мы еще смотрим условия, на которых клиенты с нами работают. Прямо в договоре написано, да, ЭБС должна обеспечивать поиск по таким-то, таким-то параметрам, да. Среди них, естественно, есть жанры, дисциплины, там, год, издательство. Вот, и у нас в поиске еще заложены, исходя из этого, дополнительные параметры. То есть если того большого списка, который мы с вами обсудили, вам недостаточно для того, чтобы получить точную выборку, мы переходим в дополнительные условия, прямо на этой же странице, и уже уточняем поиск новыми параметрами. Жанром, дисциплиной, разделом, ну, раздел это элемент рубрикатора старого, и формат издания. Вот по поводу формата издания я вот с вами поделюсь. Интересная история, потому что в какой-то момент формат издания была не совсем внятная такая характеристика, а этим летом у нас случился новый ГОСТ по библиографической записи и вообще по правилам атрибуции контента в ЭБС. И хоть он и большой, и такой достаточно больной, проблемный ГОСТ, но он поставил все на свои места. Поэтому на текущий момент, сейчас расскажу, с чем сталкивались, да, давайте вернемся к слайду. Такой интересный момент, когда мы ищем, например, периодику. Теперь периодические издания, журналы относятся больше к типу издания. То есть, если вам нужно найти журналы и вообще какую-то периодику, это все содержится в типе. В типах у нас там представлены научные издания, учебные издания, художественная литература, ну, в общем, все ГОСТовские типы, которые сейчас нам переданы, но для удобства, скажем так, как тех, кто привык пользоваться, как таковой параметр формат мы сохраняем. И, наверное, в этом учебном году еще будем сохранять формат издания. То есть, если вам нужны книги, периодика, здесь можно и уточнить. Так, давайте, наверное, пойдем потихонечку дальше. И от основных инструментов, которые мы с вами проговорили, да, это новая рубрикация, новые фильтры, аналогичное и более расширенное использование поиска, мы переходим к новому виду, возможно, даже продукту. Он называется профильные блоки. Тут мне нужно немножко уточнить о том, что это вообще такое, да, и как этим пользоваться, ну, и зачем мы все это делали. Профильные блоки у нас находятся, опять же, в сервисном меню, кнопочка «Сервисы», которую я показывал в самом начале, и вы можете как бы в новом интерфейсе легко их посмотреть. Профильные блоки – это на самом деле такие широкие кластеры контента, объединенные одной темой. То есть, если мы говорим про учебные направления и дисциплины, то, наверное, больше про дисциплины, то это вещи, где вот, ну, откровенно говоря, собран контент для того, чтобы обеспечить нам РПД, да, саму дисциплину закрыть книжками, и, в принципе, больше книг туда как бы и не надо. Но мы все понимаем, что для нормального обеспечения учебного процесса, да, ну, а если мы говорим о читателе, там, для саморазвития, особенно если кто-то в теме разбирается, ему этих изданий, как правило, не хватает. Особенно, когда мы говорим, что мы подходим уже к завершению обучения, и нам нужны большие подборки тематического контента для изучения темы в более широком, скажем так, смысле. Поэтому для этих нужд мы разработали и профильные блоки. То есть профильные блоки объединены большими темами. Ну, вот как на примере мы видим архитектура. Здесь собраны и учебные издания, и научные издания, справочные издания. Большой перечень типов изданий для, скажем так, разных нужд в рамках одной большой темы. Опять же, если вам нужно, чтобы не заблудиться в профильном блоке, потому что там действительно бывают большие подборки, допустим, блок «История», там, по-моему, 17 тысяч книг лежит, там в архитектуре 600, но есть маленькие блоки. Чтобы не заблудиться в этом объеме контента, мы, опять же, выводим сюда наши фильтры. То есть, как и в любом другом месте каталога, вы можете перейти в профильные блоки, выбрать фильтры и уточнить, а какой конкретно контент в данной теме вы хотите получить. Опять же, по типу издания, по ББК, ну и, в общем-то, по всем таким же параметрам, которые мы с вами сегодня обсуждали. Пардон. Но не все так просто, как хотелось бы. Поэтому, когда мы разработали профильные блоки, и, наверное, поняли, что, ну да, окей, широкие темы закрыты сейчас, и, в принципе, они обеспечены там большим набором изданий, выяснилось, что существует еще и нужда в таких подборках контента, которые закрывают, скажем так, большое количество направлений. Да, мы назвали между собой их междисциплинарные блоки. Эти междисциплинарные блоки собирают контент, который проходит, как правило, на начальных курсах большое количество специальностей. Ну, например, там у всех есть физкультура, там у всех есть русский, английский язык и так далее. И таким образом, подключив, допустим, или используя профильный, междисциплинарный профильный блок, мы прям закрываем нужды большого количества направлений, но именно на ранних стадиях обучения. Их здесь вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, по-моему. Каждый из них тоже делится на подразделы, и, естественно, для каждого из них тоже работают фильтры. На мой взгляд, получилась очень удачная такая подборка, и на самом деле очень универсальная. И еще раз повторюсь, в профильном блоке содержится как и методическая литература, необходимая для комплектования дисциплин, так и более, ну, скажем так, широкая подборка по теме в целом. Ну, и давайте потихонечку двигаться дальше. Еще одна интересная разработка этого лета – это сервис предзаказа контента. Наверное, это решение будет интересно именно сотрудникам кафедры, которые занимаются, ну, там, книгообеспеченностью в вузах. Совместно с Ассоциацией Arbicon мы сделали совместный проект по поиску и заказу электронных изданий. Он называется E-Carsar. Название наследовано из там предыдущего проекта, который занимался подбором напечатных изданий. Ну, теперь аналогичная история работает и с электронными изданиями. Здесь есть несколько преимуществ, скажем так, о которых я сейчас расскажу. Давайте, наверное, говорить по-честному, да, чтобы все было абсолютно понятно, прозрачно и вопросов не оставалось. Ну, то есть, когда мы смотрим, допустим, прайсы издательств, да, сколько стоит какая книжка, да, там, допустим, на год, то некоторые цены нас устраивают, а некоторые принципиально не устраивают. Вот, я сейчас конкретно издательство говорить, называть не буду. Ну, знаю, что там есть какой-нибудь учебник, да, там, который стоит там 10-15 тысяч. А таких учебников нужно много, такого типа. Там, допустим, какое-нибудь сериальное издание легко может там стоить 40 тысяч рублей в год. И, конечно, в УЗУ, допустим, и, скажем так, некрупной организации, такая сумма, она и по факту является там не то, что неподъемной, но очень некомфортной. Мы со своей стороны, как ЭБС, ну, являемся все-таки агрегатором контента и в наших возможностях обеспечить закупку, получение одного конкретного издания и распространение его среди нескольких покупателей. За счет этого мы можем снижать стоимость закупки. Поэтому мы разработали такой сервис, который в первую очередь собирает заявки, которые мы потом обрабатываем. Эти заявки агрегируются. И когда, допустим, на одно издание набрано достаточное количество голосов, мы можем произвести закупку этого издания по более низкой для каждого из покупателей цены. Ну, например, там книга стоит какой-нибудь учебник свежий 10 тысяч. Мы набрали три заявки и, соответственно, каждому из покупателей такой учебник на год выйдет уже там за три с небольшим тысячи рублей. Вполне нормальные, адекватные условия. Сейчас немножечко расскажу, как это работает. Ага. В первую очередь, когда мы попадаем в этот сервис, да, он, кстати, тоже доступен в кнопочке «Сервисы» в основном меню. Конечно, не для всех, не для студентов, а для главных корневых пользователей и для специальных типов учетных записей. Ну, например, кто-то на кафедре занимается подбором, заказом контента. Такому человеку мы выдаем определенные права доступа, и он получает доступ к этому сервису. Вот. Возвращаясь к механике, в первую очередь у нас происходит оформление заказа. То есть, по факту, мы там в сервисе нажимаем кнопочку «Создать заявку», заполняем анкетные поля. Можно или сюда нажать, или сюда нажать. Заполняем анкетные поля. Там вводим библиографическое описание, если оно имеется. Ну и, собственно, там основные атрибуты книги. Там автор, издательство, там год издания, название, вот эти все вещи. И отправляем заявку в сервис. Это самый такой, ну, скажем так, суровый путь заполнения заявки. Однако, если вы уже участник этого проекта, и можете посмотреть на те заявки, которые уже оставляли другие вузы. Для этого есть зона, она так и называется «Топ заявок». Вот. И те заявки, которые сейчас находятся на сборе голосов, вот. Они у нас представлены в виде, там, библиографического описания. Отображается количество собранных заявок. И вы можете в один клик присоединиться. Мы зафиксируем, из какой организации вы пришли. Мы, собственно, примем вашу заявку. И когда наберется достаточное количество голосов, мы приступим, собственно, и к получению контента. Вот. Тут как раз можно посмотреть зону, которая называется «Мои заявки». Здесь отображаются все заявки, которые вы или создали, или заявки, которым вы присоединились. И мы можем наблюдать статусы. А как сейчас моя заявка, моя книга поживает. И система статусов, она прям в сервисе, очень конкретно описана. То есть, какой статус, что значит. По факту, если смотреть о том, как это все проходит, то я сейчас коротко расскажу. Сначала мы принимаем заявки, обрабатываем их, приводим в должный вид. Затем, в этот момент заявка находится на модерации. Следующим этапом мы связываемся, собственно, с издательством и уточняем, а возможно ли эту книгу вообще в ближайшее время приобрести. Окей. Получив ответ об издательстве, мы переводим эти заявки в топ заявок. И там уже могут к этим заявкам присоединиться другие участники проекта. После того, как мы набрали необходимое количество голосов, мы, собственно, приступаем к закупке. С вами связывается наш менеджер. И мы подписываем документ, который я могу немножечко вот именно в документации плавать, как она по факту называется, что-то типа гарантийного письма. Что да, мне эта книга нужна, и я, значит, ее хочу купить вот на таких-то условиях в такое-то время. После этого мы по факту производим закупку. То есть, ну, тут по-разному бывает в зависимости от сложности договора и капризности издательства, скажем так. Это может занять две недели, а может и два месяца занять. Ну, в общем, об этом, об этих условиях мы в любом случае общаемся уже напрямую, когда с вами связывается наш менеджер. Получив контент и, там, получив, собственно, книгу в ЭБС, мы подписываем дополнительное, ну, лицензионное соглашение, после чего книга переходит в ЭБС. Вы это видите в своем статусе. Все ваши подписчики получают к ней доступ, ну, насколько мы ее покупали, например, на год. И книга попадает в основной каталог во все те рубрики, которые вы просматривали раньше. Ну, то есть, если эта книжка, например, какое-то учебное издание, то, соответственно, она будет находиться и в каталоге ББК среди доступных, и в каталоге УГС, и будет участвовать в поиске, и будет, в общем-то, полноценным таким участником нашего общего рабочего процесса. Ну, а статус вы, естественно, видите в моих заявках. Да, и кратенько мы переходим уже к следующей теме. У нас это лето, ну, наверное, немножко проблемное, но, с другой стороны, определенно прорывное произошло, потому что в рамках своей обычной работы, когда мы сидим там, ковыряемся в своих проблемах, и нам, как снег на голову, прилетает какой-нибудь ГОСТ или письмо Минобра или еще что-то такое, когда нужно все бросить и делать какие-то доработки, чтобы соответствовать ГОСТам. Вот, и одним из таких вот случаев было как раз летнее письмо, я не помню, по-моему, это был июль у нас, когда появились новые требования о хранении, там, атрибуции, предоставлении доступа к студенческим работам выпускным. Вот, и согласно новому ГОСТу у нас появились новые атрибуты, которые нужно для каждой работы заполнять, появились требования к инструментам, которые позволяют эту работу там обслуживать и найти ее вообще, рубрицировать, скажем так. И давайте немножечко расскажу, что это случилось и как мы это отразили в нашем сервисе ВКР-репозитории. Вот, ну, понятно, что сейчас у многих крупных ВУЗов, допустим, вопрос хранения там и предоставления выпускных работ как бы закрыта своими инструментами, но для многих ВУЗов, там, средних и малых, такой возможности нет, и мы наш ВКР-репозиторий предоставляем как раз для закрытия этих нужд. Итак, что у нас нового, согласно этому письму, Минобра появилась в этом сервисе? Во-первых, Минобра нас попросил, дайте нам возможность, не нам, а клиентам нашим, возможность скачивать работы массово, и, ну, собственно, поэтому появилась вот эта кнопка «Скачать все». Пардон, я ее зачеркнул, но окей. Дальше нам обязательно нужна была строка поиска, но строка поиска у нас и так была. Появились новые атрибуты, да, форма обучения, раньше мы не учитывали, сейчас обязательно передаем и просим всех наших клиентов заполнять этот параметр, чтобы соответствовать ГОСТам. Ну, понятно, что направление подготовки, кафедра, это все тоже у нас согласно новому требованию учитывается. Буквально там в течение, по-моему, трех-четырех дней мы сервис переработали таким образом, чтобы, ну, к началу учебного года все наши клиенты получили вот прям новый четко согласованный с ГОСТом инструмент. Коротко сейчас еще в сторону немножечко уйду по поводу самого сервиса ВКР-репозиторий. История заключается у нас в том, что сервис на самом деле интегрирован, но все мы знаем, антиплагиат, сервис проверки на заимствование. И для многих вузов, у которых есть свои учетные записи в антиплагиате, у нас есть обешевная интеграция через передачу одного параметра. Настраивается также в интерфейсе. Более того, в сервисе ВКР-репозиторий у нас сейчас выдается свидетельство о публикации, также происходит проверка на плагиат или по базам антиплагиата, которые у вас есть согласно вашей подписке в антиплагиат, или по нашим базам, если у вас такой подписки нет, но также с использованием алгоритмов антиплагиата. То есть таким образом весь цикл от загрузки, атрибутирования, проверки научным руководителям, хранения и выдачи свидетельства о публикации, допуску к экзаменам, вся история сейчас в этом сервисе у нас закрыта. И опять же там сервис продолжает развиваться, мы как бы, несмотря на то, что сам сервис не новый, обновления достаточно свежие, но и до сих пор мы продолжаем получать некоторые пожелания от наших клиентов, а как бы его надо развить. Ну как бы ставим в план и делаем, без вопросов. Да, Павел Юрьевич, спасибо. Да, вебинар будет, и это интересно. На самом деле по антиплагиату очень интересная ситуация. То есть несмотря на то, что сервис сам, ну политика сервиса и вообще его задача находить заимствование, да, и выставлять какую-то оценку, но меня очень радует, что наши коллеги в этом плане, они понимают, что, скажем так, простое мерение процентами там уникальности, это, собственно, не показатель качества работы. И если мы будем рассматривать какие-то тематики сложные, да, например, юридические работы, ну вот в направлении, допустим, правовом, то там работы во многом состоят из цитирования там имеющихся правовых актов, и уникальными их сделать практически невозможно. То есть простой рерайт, переписывание ничего не дает. И в этом плане, да, вот мне лично антиплагиата политика нравится, они говорят, не гоняйтесь за циферки, работайте над качеством, собственно, самих выпускных работ. Поэтому, да, я вот тоже как бы присоединяюсь и поддерживаю. То есть сходите на этот кабинар, обязательно посмотрите, это будет круто, и действительно можно многого узнать, потому что ребята тоже на месте не стоят, и очень круто развиваются. Вот, а не успели мы прийти в себя от, в общем-то, первого письма от Минобранауки, как у нас, по-моему, в августе прям свалился на голову новый ГОСТ, касающийся оформления библиографического описания для изданий. Если вдруг кто-то этот ГОСТ читал, во-первых, он потратил там, наверное, час, а то и три часа времени, во-вторых, серьезно запутался. То же самое произошло и с нами. Вот, но благо мы с этим делом разобрались, и основной пакет требований, наверное, процентов на 80 нового ГОСТа сейчас у нас в ВБС реализован. То есть что сейчас изменилось в библиографическом описании? То есть, понятное дело, что изменился синтаксис, там черточки, запятые, пробелы, все остальное. Появился у нас новый параметр, то есть все книги атрибутированы сейчас с параметром вид содержания, да, обрабатывается, в веб-записи предоставляется формат доступа, правильным образом отображается до и у изданий, ну и, собственно, переработали порядок сокращений авторов при предоставлении там большого списка авторов. Поэтому, собственно, если вам есть необходимость там, допустим, забрать нормальную бибзапись, да, а это интересно и там для преподавателя, и для студента, который, допустим, подготавливает там библиографический список для своей работы, то на текущий момент у нас все для этого готово. На самом деле большая работа, которая выдает вот такой скромный результат визуально, но на самом деле это все сейчас работает хорошо, а будет работать еще лучше, потому что в планах у нас переработать сериальные многотомные издания, и там на самом деле темный лес, но мы обязательно победим. Давайте двигаться дальше. Еще на самом деле есть у нас одна интересная зона, которая также связана, но, откровенно говоря, с большой болью сотрудников кафедры, вот, и сотрудников, которые обеспечивают, ну, актуальность контента, работают с книгообеспеченностью. Раньше у нас была зона, которая называлась, ну, сейчас, наверное, не припомню, что-то типа обновления, подписки или еще что-то такое, где мы отдавали огромный список изданий, которые вот за последнее время в БС появились. А вы там разбирайтесь, в общем-то, чем вам нужно, чем вам не нужно. Вот. Сейчас мы эту зону переработали ключевым образом, и теперь у нас появилась зона обновления контента. Она, опять же, лежит в кнопочке там сервиса в основном меню, и доступна, скажем так, всем, кроме студентов. В этой зоне мы с вами можем теперь достаточно быстро отслеживать, а какой контент появился новый в БС в рамках вашей подписки, и какие новые книги пришли, на которые вы не подписаны, пардон, но могут быть вам интересны. Работает все достаточно просто. Мы переходим в эту зону и выбираем период. А за какой период мы хотим посмотреть обновление в БС. Дальше мы также перенесли сюда наши всемогущие фильтры, чтобы вам, на самом деле, движение фонда в БС огромное. То есть я сейчас могу плюс-минус ошибаться. От 7 до 12 тысяч зданий за прошлый год ежегодно к нам приходят. Что-то, естественно, уходит. То есть какие-то старые штуки, новые приходят. Вот, поэтому в таком объеме, да, то есть это может быть тысячи изданий в месяц, заблудиться очень тяжело, ой, очень просто. Поэтому мы, собственно, здесь применяем наши фильтры. Мы выставляем необходимую дату, выбираем там кластеры, в которые мы хотим видеть обновление, и нажимаем кнопку «Применить». Ну, вот в этом конкретном случае я хочу смотреть, какие учебные издания, да, потом, естественно, наука мне пришли с дат моложе, скажем так, 18-го года. Эту зону я достаточно быстро просматриваю, понимаю, что у меня есть нового. При необходимости перехожу в срочный вид и, опять же, через массовые операции имею возможность добавить эти книги, там, какую-то книгу, обеспеченность, выгрузить, ну, или сделать еще что-то необходимое. Вот, поэтому зона на самом деле предназначена для того, чтобы облегчить нашу совместную жизнь, скажем так. И, да, вы ее можете найти и использовать, если вы не студент. Вот. На самом деле по ЭБС я на текущий момент хотел бы уже, как бы, завершать, да, историю и перейти там чуть дальше, но немножечко анонсирую. То есть в этом году у нас есть несколько планов. Я сейчас осознанно не рассказываю о текущем сервисе книгообеспеченности, который представлен в ЭБС, потому что ближайшем, ну, точно в этом году, учебном, скажем так, мы будем предлагать вам большое обновление по этому делу. Сделаем отдельный вебинар, наверное, больше похожий, ну, на какие-то инструкции. Вот. И где, скорее всего, я все подробно расскажу, отвечу вопрос. Это, наверное, может быть, сделаем сбор вопросов заранее. Не знаю, посмотрим. Вот. И это дело вот так вот кратенько сейчас анонсирую. Вот. А теперь давайте с вами немножечко пойдем в сторону. И еще один образовательный проект на нашем смежном портале, на арт-портале, который мы, я сейчас не помню уже когда, но не так давно опубликовали. Он называется арт-хронограф, да, а по факту это лента времени. Это интерактивный мультимедийный проект, предназначенный для изучения, ну, в первую очередь, там, мировой художественной культуры. Ну, кому он, кому он может быть интересен, тут как бы понятно. Лента времени по факту сейчас содержит порядка 15 стран, где по пяти видам искусства собраны все значимые произведения, ну, в достаточно таком занимательном виде. Сейчас более подробно покажу. То есть, ну, вот на примере России. Она, значит, представлена, ну, как я уже говорил, как лента времени, и простым скроллом мы перемещаемся, скажем так, по времени назад и вперед. Вот. И видим для каждого вида искусства, какие значимые произведения, ну, и не только произведения в этот период времени случались, происходили. Да, у нас отдельно еще вынесена история. Если были какие-то значимые исторические события, мы тоже их здесь отражаем. При нажатии на какую-то из карточек мы можем получить достаточно полную там детализацию. Ну, где-то полную, где-то справочную. Ну, вот конкретно здесь вот у нас, допустим, открывается такая карточка, где, в общем-то, описано там или личность, или событие, или там произведение искусства. Ну, и, собственно, их может быть несколько карточек в подборке, по каждой будет конкретная информация. На текущий момент у меня все. Если честно, я немножечко торопился. И получилось так, что даже в лимит достаточно хорошо уложился. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием готов ответить. И, наверное, Павел Юрьевич, поддержите меня. Всем большое спасибо. Да. Дорогие друзья, есть ли у вас вопросы? Если нет, вы пока готовьтесь еще минутку, мы будем на связи. Если нет, то сейчас буквально в течение минуты я выдам сертификаты и передам вам ссылку, по которой вы сможете их приобрести. Это займет совсем немного времени. Так, я это сделал. И теперь мне осталось опубликовать ссылку. Вот она, ссылка. Можете ей воспользоваться для приобретения сертификата. Ну что ж. Да, мы приняли решение, что Артем у нас теперь будет постоянным ведущим. И раз в два месяца мы будем проводить подобный вебинар по нашим новинкам, о котором будем рассказывать. Ну, не то чтобы о новинках просто вот за последние два месяца. Наверное, с каким-то пересечением где-то на половину, может быть, процентов на 70, чтобы рассказать и о прошедшем полугодии и рассказать о тех планах, которые у нас есть на ближайшее время. Вот. Так что приходите. Артем у нас теперь будет вести такие вот вебинары. А также вебинар по книгообеспеченности тоже он проведет. Мы пока его запланировали на 5 декабря. Если вы помните, в прошлом году подобные вебинары проводил я. Но сейчас мы приняли решение, что у нас есть в Директ Медиа много людей, которые могут проводить вебинары. И, возможно, лучше, чтобы проводили такие вебинары люди, которые ближе находятся к производству и расскажут больше деталей, чем я, как руководитель учебно-методического центра. Вот. Надеюсь, вам понравился вебинар, который провел Артем. Ну, что ж, а с вами... У нас, Павел Юрьевич, простите, у нас вопрос. Да, вижу, 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 вижу вопросик. Так, вопрос у нас такой. Если ВУЗ не подписан, то индивидуальная подписка дает такие же возможности. Индивидуальная подписка очень интересная штука. На самом деле ограничений у вас нет. Если вы хотите протестировать какой-то сервис, ну, просто обратитесь в нашу поддержку, и мы в тестовом доступе обеспечим. То есть некоторые вещи действительно, они там, массовый характер, да, и в полном объеме мы предоставить не можем. Вот. Но в тестовом виде уж точно все попробовать можно. Вот. А дальше по вашей обратной связи, если что-то нужно, конечно, мы можем это подключить. Поэтому обращайтесь в службу поддержки. Она у нас 24 на 7 работает и будет рада. Ну, и где необходимо, я тоже помогу. Да. Help, help.directmedia.ru. Очень простой адрес. Ну что ж, тогда все, да. Артем, огромное спасибо за проведение сегодняшнего вебинара. Спасибо. Все было здорово. Вот. Всем, кто пришел, тоже спасибо, что нас послушали и задали вопросы. Хотя день еще не закончился, я всем желаю хороших выходных и призываю вас на следующей неделе с новыми силами прийти на вебинары Директ Академии. Ну что ж, всего доброго. До новых встреч в Директ Академии. До свидания. До новых встреч в Директ Академии.